Дорогие друзья, всем привет! У нас пока идет футбол и мы с Контимиром Феликсовичем решили поболтать и ответить на некоторые вопросы. Не надо, пожалуйста, обманывать людей с первых строк. Максим, вы не решили поболтать, а ты меня заставил и не даешь мне посмотреть футбол. Не могу сказать, что я фанат, конечно, но то, что ты меня заставил. Сейчас вся страна прильнула к экранам телевизора, а ты мне за волосы фактически оставшиеся выволок. А почему ты именно сзади взял оставшиеся? Ну, где-то здесь, что ли, вон. Оставшиеся волосы еле держатся. Еле держатся что? Еле уже оставшиеся волосы, еле держатся. Пересадка была. Каждая штучка, знаешь, сколько стоило. А, все-таки пересадка была? Не нужно это обсуждать. Не нужно. Подожди, ты обещал для куражу. Для куражу. Да, для этого, чтобы показать, откуда их пересадили, надо показать два места на моем теле. Ну, я и говорю, для куражу. Так, давай. Подожди, мне это нравится. Я так хотел посмотреть футбол, но, видимо, не судьба. А, видно, не судьба. Видно, не судьба. Ну, давай, вот у меня тут есть вопросики, мы совместными усилиями. Камеру на меня направляй, и ты меня интервьюируешь. Сам можешь вообще закатривать. Потом внизу поставишь свой этот... В принципе, я могу уйти из кадра. Поставишь свое... У меня вот это вечно тоже тут... Ну, конечно, туда-сюда, туда-сюда. Вот так вот, типа, да? Нет. Так близко не надо, ты что? Она хорошо ходит, камера эта, замечательно. Тогда близко, прямо, чтобы... А у тебя какая рабочая сторона? У меня правая. Я тоже слышал, что есть такие... Это... Я тебе не шучу. У меня, во-первых, здесь шрам. Во-вторых, у меня вот здесь скулы больше. А из-за того, что здесь зуба нету, я вот это жую, накачал. Сказать честно. У меня вот это все изяло. Мне вообще все равно. Мне вообще все равно. Я настолько уже... Ай, не могу! ...настолько давно перестал уделять внимание своей внешности. Уже буквально два дня мне пофиг, с какой стороны ты меня снимаешь. А если бы не платили каждый раз... Все. Точно. А песня такая. Вопрос номер один. А ты, кстати, не хочешь потом сделать факты? Вот я про себя подготовил видео. Камера будет болтаться. Мы качаемся, и камера будет болтаться. Знаешь, есть на ютубе очень популярное видео. 20 фактов обо мне. 50 фактов обо мне. Я подготовил уже про себя. Хочешь сделать 20 фактов обо мне? Хочешь 50. Про себя я сам делать не буду. Биографы потом просто надо этим озаботиться. Биографы слышали? Пожалуйста, возьмите и сделайте обо мне 20 фактов. Положительных. Только не надо путать вот это. Итак. Итак. Поехали. Что самое запоминающееся произошло в твоей жизни за неделю, за месяц? Ой, боже, ничего себе. Это правда. Что-то такое вот... А можно я отвечу сначала? Быстро. Давай, давай. Я считаю, что неделю назад была супер крутая вечеринка в твоей жизни. И это запоминающееся событие. Вот эти летающие... Как это так назвать? Я не знаю. Инопланетяне. Прям вообще круто было. Я считаю, что это вот именно за последнюю неделю и месяц самое запоминающее событие. Вечеринка. Да, у тебя нет? Ребят, это будет звучать ужасно. Не то, что я, в принципе, такой насыщенный вечеринками, такой уже разбалованный. Но вечеринки, они на меня не производят послевкусия никакого. То есть я наслаждаюсь... Перестали или... Никогда не производили. Я наслаждаюсь в момент события. На следующий день я уже не живу воспоминаниями и я могу вообще не помнить, что было. Ну так, ну не помнить специально. Могу только... Сейчас еще раз чихну. Боже, какое удовольствие. Не надо. А ты меня сбил, Максим. Так, значит, лишил меня чихо, дорогие подписчики. Короче, у меня не бывает. Долго я могу вспоминать какое-нибудь событие психоэмоциональное какое-нибудь, связанное с какой-то трагедией, фарсом, комедией. Ну и фильм могу долго помнить. А вот такое событие, вот просто шоу какое-нибудь, нет, я его не помню. Поэтому, значит... Произошло и забыл. Хорошо, я победы по своей работе судебной я запоминаю. Но сейчас их нет смысла на этом канале, на котором у меня репутация совершенно человека веселого, порхающего, баттерфляй, можно сказать. Я не буду вспоминать все эти события. Хорошо. С чего обычно начинается твой день и с чего он... и чем заканчивается, собственно? Может, так бы хотелось сказать, что мой день начинается с утренней зарядки. Но какой-то период у тебя так и было. Да, какой-то период, ровно два дня он у меня начался. Да. Не, ну почему? Когда я был молодым человеком, у меня каждый день начинался с зарядки. Сейчас... Ну, в армии всех он начинался. И только в армии. И в детстве я всегда делал зарядку, и в армии делал зарядку. И, ну вот, можно сказать, что я 21 год перестал делать зарядку, когда я закончил... 22 года. Нет, 21 год. Я закончил военное училище. Ага. Зарядку я перестал. Вот. Привет, Арвиш. У нас интервью. Привет. Интервью. Арвий. Всем привет. Подписывайтесь, ставьте лайки, да? Да. Арвий, между прочим. Да, конечно. Да. А у тебя есть что-нибудь? Ютуб, Инстаграм? Да, конечно, есть. У Максима свой канал, Ютуб, у него там 20 тысяч подписчиков. Знакомьтесь, как тебя зовут? Арвин Дмирков. Арвин? Арвина Д. Арвин Д. Да. У него папа известнейший йог. Расскажи про папу у двух словах. Подожди, а кто папа, я не помню. У него папа известнейший йог. Алексей Меркулов. Он мастер-учитель кундалини-йога, да? Да. Вот он сейчас расскажет. Ты папу про рекламируешь. Я уже все рассказал, в принципе. Да, все рассказал. Ну, давай себя прорекламируй, давай разверни. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Канал называется Полная Дичь. Полная Дичь? Да. Не-не-не. Покажи. Это интрига, это интрига. Пусть сами узнают. Ну, как же они сами узнают? Подожди, дай покажем. А, не найдут? Нет. Ну, я думаю, что есть таких Полная Дичь каналов. Видали, какая молодежь пошла? Так нет, рекламируй себя. Обалдеть. Ну, играйся. И подписывайтесь на мой инстаграм, на мой профиль в инстаграме Арвин Меркулов. Все. Спасибо. Я ухожу. Куротко и ясно. Профессионально нет, но слушай, профессионально ему. Сколько лет тебе, Арвин? Одиннадцать. Одиннадцать лет? Побудьте там, пожалуйста. Сейчас я закончу. Да. Вот Арвин, он внук моего товарища. Короче, про зарядки. Про зарядки мы уже сказали. Значит, начинается мой день. Ничего. Вот я, выползая из кровати, просыпаюсь и начинаю сразу думать о чем... Не важно, выходной это или какой день. Я начинаю сразу думать о каких-то своих документах. И потом я выползаю из кровати и бегом бегу к компьютеру и записываю, что надумал. Мысли. Это записывание. Если мне никуда не надо ехать, торопиться в офис, это записывание занимает 2-3 часа. Через 2-3 часа я иду завтракать при хорошем раскладе. А при плохом раскладе могу до следующего утра так сидеть, записывать мысли. А подожди, вот из этого затекающий прям мой личный вопрос. Как ты можешь... Как у тебя вот мозги так работают. Как ты можешь уснуть? У меня вот большие проблемы со сном, но я не так думаю, как ты. Вот как ты можешь уснуть, когда в голове у тебя крутятся, вертятся работы, планы, еще что-то. Я буду честным приятным. Я могу дать совет. Во-первых, у меня очень хорошая, когда прививка с детства. Мне мой папа всегда говорил, когда я говорил, что что-то мешает моему сну, там, ну, ребенок начинает выдумывать. Он мне говорил, кто хочет спать, тот спит. Я говорю, в каком смысле? Он говорил, значит, ты недостаточно устал. Потому что люди, которые устали по-настоящему, они на ходу засыпают, а я все время не понимал, пока не оказался в армии. И в армии я действительно научился спать. В армии мы все спали. В армии я научился спать стоя. И поэтому я сейчас так и рассуждаю. Бывает иногда нервная система так сильно накручена, что ты не можешь заснуть. Даже от усталости можешь не уснуть. От усталости, да. И она накручена, накручена. Ну, во-первых, я начинаю тогда, кто со мной общается, они все время спрашивают, как ты в 5 утра выходишь в социальные сети. Если я появился в социальных сетях, это значит, я уже лег спать. То есть я лег уже на подушке и взял перед собой iPad и там в социальных сетях тусуюсь. В социальных сетях я засыпаюсь социальными сетями, короче говоря. И, в принципе, утром тоже, когда просыпаюсь, я начинаю читать сообщения в соцсетях. Вот. Поэтому нет у меня проблемы с бессонницей. Можно только позавидовать. Ничего, нет-нет-нет, еще есть технология засыпания. Вот так. Надо понимать, что твой организм хочет. Надо самому его слушать. Не рассчитывать на медикаментозную помощь какую-то. Я помню, как вот в детстве тоже тяжело было уснуть. Папа мне говорил, считай там баранов. Он был человек из сельской миссии. Считай баранов. Значит, я знал, что мне надо посчитать, сколько баранов. Или думай о приятном. Я начинаю думать о приятном таком. Сон заказываю. То есть у меня очень легко бывает заказать себе сон. Я могу сидеть и заказывать сон себе перед сном. Я видел, как ты вчера закимал. Да-да-да-да. А с возрастом это все легче и легче. Я вот сейчас все чаще себе напоминаю своих предков. Потому что я ближе к часу ночи иногда начинаю кивать. Вот. Дальше. Ответили мы на этот вопрос. Да. Как записаться на прием? Реальный вопрос из комментариев. К Кантемиру Феликсовичу. Значит, если это практический вопрос, и надо сказать честно, записаться на прием невозможно. Ну, потому что, во-первых, у меня нет как такого приема. А во-вторых, ну, я настолько загружен работой, что у меня я не могу... Для чего проводятся приемы в коммерческой структуре? Для того, чтобы увеличить количество клиентов. Клиентов. Да. К сожалению, мне лично приходится только извинительно от клиентов стараться избавиться. То есть я их передаю своим коллегам, партнерам и так далее. и тому подобное, но экспромтом бывает. То есть, ну, я думаю, что... Я думаю, что... Я думаю, что никакого чуда нет. И я не обладаю никакими такими знаниями расчудесными, которые помогут нашим каким-то слушателям или зрителям решить какую-то юридическую проблему. Я думаю, что у меня достаточно, ну, стандартно хорошие знания, которыми обладают тысячи и миллионы. Ну, там, сотни тысяч адвокатов, которым проще дотянуться, и вы просто попробуйте, дотянитесь. Если вас, того, кто спрашивает, если интересует мое мнение, то его можно получить так экспромтом. Через социальные сети я, в принципе, на все обращения отвечаю, которые мне попадают на глаза. То есть пока еще количество обращений, оно не носит валовый характер, когда у тебя нет возможности на все ответить. И я экспромтом всегда прокомментирую и могу дать такой экспром-совет. Да, совет. Все? Три в одном вопроса. От чего ты получаешь большой кайф? От чего ты сильно устаешь? И если устаешь, как ты заряжаешься? Что тебе дает энергию? Кайф я получаю от... Жизни. Нет, ну так, это образ... Нет, вообще я кайф получаю. Это же не просто так. Тусовки и все остальное. Вообще, когда вокруг меня веселящиеся люди, которым весело. И такой... Я... Я сам это чувствую. Я его не знаю, может быть, неправильно. Я сам придумал такое слово. Сейчас, может быть, я его произнесу неправильно. У меня такой синергетический... Синергия. Синергетический эффект. То есть, когда количество людей... Скопление энергии. Такие позитивные. Все радуются и веселятся. То есть, я в этот момент тоже заряжаюсь этой энергией. Я... И это обязательно должно быть веселье у всех. Поэтому для меня очень важен состав гостей, которые у меня бывают в моей компании. Состав компаний. Потому что ты можешь потратить огромные усилия, огромные деньги, чтобы постараться организовать красивый оркестр людей, которые своими энергиями, так сказать, соединятся и получат от этого коллективный организм. Вот. Но... То есть, это я правильно понял, что это групповуха? Не, не, не групповуха. Энергетическая групповуха. Но может оказаться одна паршивая овца, которая устроит драку или перепьет, или что-то, и она испортит тебе весь праздник насмарку. Вот я максимальное удовольствие получаю от коллективного веселья. При этом, ну, оставаясь... Ну, это часто спрашивают, не устаешь ли ты от такого количества людей в доме? Не устаю. Нет, я не устаю. Я, наоборот, всегда стараюсь, чтобы было людей много. То есть, и даже если их... И это не так-то просто. Мало того, чтобы было людей много в доме и вокруг меня. Я стараюсь, чтобы это были особенные люди, ну, как бы, которые подходят друг к другу, мне, моей семье. И я им подхожу. Поэтому это только кажется так, что вот, бабки есть, и все. Давай, значит, ворота открой, и все. Нет, это очень тяжело собрать коллекцию или самому попасть в чью-то коллекцию и быть тому местным человеком. Вот хороший вопрос про стиль одежды. Ты всегда одеваешься ярко, стильно, модно, молодежно. Это какие-то любимые бренды? Или как ты вообще справляешься с этой ситуацией? Я просто знаю этот ответный вопрос. Какой? Ну, как, ну, у тебя есть портниха, которая тебя шьет. А вообще какие-то бренды любимые? Нет, я в последнее время... Портниха, это как-то звучит, устарела. Дизайнер одежды. Извините. У меня Ольга Юрьева, выдающийся, замечательный, потрясающий дизайнер одежды. Какое-то время я носил только одежду, пошитую ею. Потом я похудел, потом я поправился, а когда я заново поправился, мне было неудобно ходить к Ольге, потому что я подумал, боже, она же, у нее же все на сантиметрах, она знает каждый сантиметр, сантиметр, да, сантиметр всегда. В общем, сейчас я, ну, не так часто пользуюсь ее услугами. Одно время я постоянно только шил одежду, но это вопрос, ты можешь шить одежду все равно точно такую же, как и в магазине. Сейчас и в магазинах, сейчас и в магазинах можно купить какую хочешь одежду. Вот. Поэтому ярко, да, я действительно одеваюсь ярко, и это вопрос, я сегодня только, сегодня вот я смотрел одну машину там у приятелей, и говорю, ничего не пойму, почему мне так нравится эта машина. Потом сам отвечаю, там всем я говорю, потому что это женская машина. Значит, мне даже машины нравятся яркие. А какая это машина была? Бентли баклажанового цвета. Такая. А почему она женская? Ну, не, она настолько была яркая, что мне показалось, что она такая... Я бы не отказался от такой женской машины. Ну, она не брутальная машина, за счет того, на которой я езжу, это брутальная машина там. А это да. Да, а это такая женская, и... Ну, Бентли, джип баклажановый. Это, наверное, склад характера, но и я помню нехватку, я помню нехватку яркой одежды, нехватку ярких игрушек с детства, я ее ощущал. Люди, которые не наиграли с детства, им хочется играться. Да. Им хочется играться потом, компенсировать, компенсировать свои хочемости. Вот. Поэтому одежду я действительно люблю яркую, ну, каждому, так сказать... Ну, мне, кстати, есть и веселый случай про одежду, если я куда-нибудь иду в солидное место, а мне мои другие солидные друзья говорят, ну, ты можешь одеться? Я говорю, что, в костюм с галстуком? Я говорю, ну, да, могу. Я говорю, вы думаете, я и... Ну, ты что ли? Я говорю, что вы думаете, я не понимаю, что каждому времени, каждому месту своя одежда. Ну, это просто мы с вами, Максим, встречаемся в такое время, неформально абсолютно. Да, я могу себе позволить одевать вот это голубенькие брюки. Вот. Видите? Голубенькие брюки. Какое? Ну, разве можешь солидно адвокат или юристу так задирать ноги и показывать свои брюки? Ну, ничего, я исхожу из того, что задирать ноги – это не самое плохое в нашей жизни. Окей. Не надо пафоса. Так, какое у тебя любимое время года и как ты проводил свое детство летом? Вообще, какое у тебя любимое время? Я, по-моему, рассказывал, как я проводил. Ну, конечно, у любого человека. У меня вообще любимое время года было раньше весна. То есть, весна, мое время года – это весна, это пробуждение. Да, согласен. Это журчат ручьи. Лето в любом случае нам нравится. Но вот весна – это действительно. Но сейчас не так. Сейчас не так. Я буквально вот это с возрастом я стал ощущать, что мне не хватает катастрофически солнечной погоды, теплой. И я хочу лето, и лето мне нравится, и очень мне не хватает лета, потому что у нас в России его мало. Короткое у нас лето. Вот, это очень короткое лето, и поэтому лето я люблю. А в детстве лето я, по-моему, уже рассказывал, но еще раз расскажу, как я проводил лето. Вот тогда были такие летние абонементы в кинотеатре, допустим. Ты мог ходить в кинотеатре по 10 копейку утренний сеанс для детей там выдавали, лагеря и все. Я вот подходил к своему папе, спрашивал, он мне спрашивал, какой у тебя план значит, на лето. Я ему говорил, вот такой-то в кино там буду ходить такую-то неделю, такой-то там то, там то третье. Он говорит, так, все хорошо. Значит так, сегодня будешь, эту неделю будешь полоть грядки с луком, эту неделю с картошкой и так далее и тому подобное. Поэтому все мое лето я за свою жизнь один раз был в пионерском лагере в течение там 20 дней. Все остальное время я был занят на трудовых повинностях. Да, постоянно. И с лошадьми занимался. Кстати, вопрос о лошадях. Твой Барни в этом году планирует отпуск у тебя в доме, как в прошлом году. Если кто не видел, оставлю ссылочку внизу. Барни это лошадь красавица. Да, Барни красавица. Барни, скорее всего, будет, да. Будет две недели опять здесь. Будет принимать водные процедуры. Так что в этом году Барни обучился многим трюкам цирковым. Лена его обучила. Наконец-таки от Лены появилась польза, товарищи. Слушайте, Лена оказалась хорошим дрессировщиком. Я ей сказал, Лена, надо свой хлеб отрабатывать. Либо так, либо так. Как так? Либо первым способом, либо Барни дрессировать. Она сказала, можно я буду два способа использовать? Я сказал, это очень дорого и кое-кому может не понравиться. Поэтому мы остановились на втором способе и она прекрасно отдрессировала Барни и она вам продемонстрирует цирковые номера с ним. Лошадь красавица. Да. Скажи, а кто придумывает твои все вечеринки, именно тематику? Никто. Сами мы придумываем. сами, коллективным разумом. Допустим, вот эти флайборд-шоу, тоже кто-то зашел в гости и показал. Не, не, кто-то где-то увидел и мы у себя решили повторить. Вот, коллективным разумом. Но я советуюсь всегда, в большинстве случаев я советуюсь с друзьями, с домашними людьми. Так, вот тут вопрос такой про пенсию. Уже пошли вопросы про пенсию. Времена настали. В одном из недавних связи ты занимался озеленением участка. Тебе нравится быть дачником и на пенсии? Планируешь ли ты заниматься садом, огородом? Мне это не нравится, так как это в моей голове с детства село как повинность. но я просто люблю порядок. Я люблю красивые грядки. Вот я даже иду, если вижу чужие грядки, непрополотые, что называется, я могу остановиться и повыдергивать сорняки. Понимаете? То есть, я сейчас не утрирую. Вот или иду там где-нибудь и вот вижу. И мне очень нравится, когда я приезжаю там в гости в село к кому-нибудь. Мы были в гостях у Колиной мамы тоже и на меня произвело такое впечатление приятное, что у них на огороде все грядочки так как правильно высажены, огурцы, помидоры, лук, чеснок, капуста. Все культуры были так правильно посажены, а я разбираюсь, как надо сажать любую овощную, там, садовую культуру. И мне это очень нравится. Поэтому, ну, мне это очень нравится наблюдать, но самому сельскохозяйственный труд, он тяжелый труд. И я к этому не отношусь как к развлечению. Если надо, я для порядка, так сказать, сделаю, но не то, что в удовольствие мне это приносило. Вот. Ну и напоследок какое-нибудь летнее пожелание. А вот еще вопрос там, смотрите, все время спрашивают про мою супругу. Не все, что не видно, как бы хотел что-то суммить, какой-то афоризм, но смысл в чем, мы абсолютно разные люди. И вот для меня не составляет никакого труда и сесть и рассуждать с вами на любую тему, делать это публично, потому что такая структура личности. И даже я вот смотрю, есть же у меня же есть враги тоже, если вы даже, если там открыть интернет, то чтобы быть успешным адвокатом, надо выигрывать, успешным юристом, надо выигрывать у оппонентов твоих клиентов. И естественно, люди, которых ты выигрываешь вместе с клиентами, они начинают зачастую, и они начинают тебя ненавидеть. И зачастую всю свою агрессию обращают не против твоего клиента, а даже против тебя, потому что я обычно свою работу делаю тоже ярко и не стараюсь выставить клиента вперед в себя, а наоборот стараюсь клиента закрыть с собой. И поэтому многие оппоненты моих клиентов испытывают ненависть по отношению ко мне. И я вот когда так наслаждаюсь жизнью, даю интервью, и мне коллеги и друзья говорят, ну ты не боишься, не опасно. Ну, во-первых, я вообще мало чего боюсь, достаточно смелый человек. А во-вторых, мне даже жалко людей. Я думаю, вот это люди смотрят мои враги, оппоненты, и они страдают. И я вот им хочу сказать, что дорогие мои враги, вот я реально вас не считаю врагами, я реально люблю всех своих оппонентов, реально желаю им всего самого хорошего, процветания, счастья, здоровья, и реально готов с ними выстроить отношения, наполненные позитивом. Поэтому не надо, бедные, не надо, пожалуйста, мучиться. У меня тоже есть проблемы, просто вы их не видите на канале у Максима. Зачем? Это канал не для этого, для хорошего настроения, где я не рассказываю про свои проблемы. И Максим про мои не рассказывает. Он даже меня не показывает. Видишь, он интервью самой снимает, а со мной снимает, а камеру держит на себя. А этот сбоку, голос идет сбоку. Он держит и любуется на себя, так смотрит, брови поправит, пощипает там себе. А интервью вроде со мной закадровый голос сделает. Нет, ты очень переживаешь. Очень переживаю, конечно. Я переживаю, что я не заполняю весь кадр. Да ты не переживаешь. Ладно, давай еще какой-нибудь умный вопрос. Так быстро я говорю, может растянуть, заново переговорить? Нет, у нас все хорошо по времени. Какое что, летнее пожелание? Просто летнее, вот хорошее, доброе пожелание, именно летнее какое-то. Кстати, что мне важно? Лето это маленькая жизнь. Что дальше? Не знаю. Ну, кстати, с возрастом, это так ужасно, с возрастом начинаешь понимать смысл песен по-другому. Это правда. Даже вот эта песня, лето это маленькая жизнь. Это действительно так. Ребята, ну лето действительно такой кайф, господи. И как-то помоложе я не обращал внимания, было все равно. Сейчас вроде и деньги есть, ты можешь лето устроить себе круглый год, полететь куда хочешь и так далее и тому подобное. Но именно московское лето, оно другое. Хочется летовать здесь дома, в России, матушке. Но ничем... Помочь не могу. Помочь не могу. Да. И даже сам, самодержит нас, тоже лето не может поменять, к сожалению. Чемпионат по футболу, пожалуйста, а лето нет. Что-то грандиозное этим летом у тебя тут будет, может быть? Еще более грандиозное? Нет, я думаю, надеюсь, что больше нет, потому что, ну, во-первых, это не дешевое удовольствие. Да. Не дешевое удовольствие. Во-вторых, не надо... не надо заляпывать. Пусть это будет одно яркое пятно. не надо делать винигры. Другие пятен. Не-не-не, ну, может быть, но нет, такого рода больше нет. Но я думаю, что сам вот, для телезрителей, для зрителей твоих, я думаю, самое интересное, это следующее, это сюжет из Барни. Нет, почему-то кажется, что это интересно, лошадь. Подожди, еще полетать, полетать на этой штуке, да, но это мы тебя запустим, Максим, я камеру подержу. Если что, дай пароль от канала, чтобы я мог потом как-то... Выложить. с людьми как-то поделиться информацией, куда ты пропал. Почему тебя долго нет в кадре? Слышишь, это... Ой, я другой расскажу про Барни, то, что он живет в доме. Это где-то мои какие-то товарищи встретились с моими оппонентами. И они говорят, слушайте, ну, посмотри, у Кантемира совсем плохие дела. Совсем, у клиентов нет, денег нет. Вот он говорит, почему? Да он говорит, даже лошадь в доме держит. То есть, свою. То есть, у него нет денег лошадь держать в конюшне, он вместе с лошадью живет, привез лошадь, ее держит дома. Я говорю, вот как ты такой ракурс, значит, можешь увидеть в этом? Я говорю, ну, видите, кто что хочет, тот кто и видит. Ну, есть доля правды во всем этом, конечно. Так, все. Слишком мне, сейчас показалось, слишком много про меня, но, в принципе, и всегда так, я не могу больше усидеться. я могу вот интригу еще про мою супругу. Ты же ее спалил один раз. Ну, конкретно я не подходил специально. Вообще, чтобы вы знали, дорогие телезрители, моя супруга, она очень-очень большая начальница. Значит, и ей очень-очень не нравятся вот эти все мои публичные экзерцисы. и поэтому начальница не в том смысле, что она мне начальница и меня содержит. У нее такой стиль скрытой работы. Она агент иностранных разведок. Поэтому она очень не хочет попадать в кадр. Даже сейчас, вот видели, подходила, это она по-пластунски проползла вот там вдоль дома и сюда подошла, попросила что-то. Пришла с ней отказывать. Пошли уже смотреть футбол, а? Да я не против. Там просто есть чемпионат, мы тут немножко выбрались. Нет, нет, я люблю футбол и за футбол переживаю. Ну, как в смысле люблю футбол? Потому что сейчас такой ажиотаж, сейчас все смотрят, даже кто не смотрит. Кто не смотрит, то смотрит. И я тоже. Вот сижу, болею, болею, вот бы наши выиграли, хорваты. Шучу. Вырезок. Не, не вырежь. Я шучу, нет, 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 это нельзя. Ну, какие там хорваты. Нет, конечно, я болею за Россию, тем более, тренер главный-то, осетин. земляк мой. Все, спасибо тебе большое, друзья, вам тоже всем хорошего настроения. Надеюсь, что через час-полтора я вам буду кричать победа, ура, победа, да. Всех обняли, приподняли, поцеловали. Чао. Чао.